Вопросы подготовки к универсиаде Вопросы подготовки к универсиаде Для них надо подготовить оптимальные схемы подъезда в город, перемещение по городу Кроме того, рассматривался доклад первого заместителя главы города по подготовке города к универсиаде Ну естественно, что красноярцев волнуют вопросы состояния дорог, ну и благоустройства в целом, и состояние там затрагивалось и памятников культуры, чтобы все-таки мы как радушные хозяева должны представить Красноярск все-таки в выгодном свете. Вопросы транспортного обеспечения сейчас в приоритете? Я с удовольствием походил по новому составу электропоезда, который уже современный, который уже с кондиционированием, и когда беседовали уже с пассажирами, которые поехали на восток, начальник дороги Владимир Горольдович задал вопрос, ну беседовал с пассажиркой, она спрашивает, а почему окно не открывается? Он говорит, в этом необходимости нет, потому что температура будет постоянно поддерживаться 22 градуса там кондиционирование. Ну и у нас пока, надо признать, что не было в электропоездах и туалетов, а здесь туалеты для инвалидов, все в общем-то удобно. Электрические поезда останутся в пользовании города и после универсиады? Да, они будут, эта история, надо сказать, что давние, еще в советские времена планировалось вообще даже построить вокзал северный, он должен был называться в северном микрорайоне, а вот существующий, но которого уже нет, старый вокзал железнодорожный, должен был быть для поездов, которые как раз должны курсировать вот по кольцу вокруг города Красноярска. Но хорошо, что эта идея на новом уровне уже возвращается в нашу жизнь. Ну и сейчас прорабатываются вопросы, чтобы удвоить количество электропоездов такого уровня. Теперь об аэропорте. Строительство нового терминала идет по плану? В графике, в общем-то, свайное поле готово и, в общем-то, никаких проблем, чтобы не вести его в декабре 2017 года, не существует на данном этапе. Что касается благоустройства города, этот вопрос тоже на повестке дня? Я думаю, что благоустройство – это, в общем-то, постоянный процесс. Губернатор края, он об этом говорит постоянно, я могу подтвердить, что это так. Дополнительно, то, что есть бюджет города на благоустройство и на улучшение дорог еще, дает краевой бюджет миллиард на эти цели как раз. Поэтому эта работа, она не закончится никогда. На наши вопросы ответил депутат Законного собрания Красноярского края, председатель комиссии по подготовке к универсиаде 2019 Виктор Кардашов. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.